Служба благоустройства и коммунальные организации продолжают работать в режиме усиления. Сейчас в Самаре отмечается потепление до нуля, поэтому особое внимание поручено уделить очистке скатных кровель домов и не снижать темпы по уборке территории, вывозу снега. На совещании, прошедшем в Департаменте городского хозяйства и экологии, управляющим организациям указали на необходимость более эффективного взаимодействия с подрядчиками, занимающимися расчисткой улично-дорожной сети. Зафиксированы случаи, когда снег сбрасывали с кровель на уже очищенные тротуары дорог, и сегодня эти территории поручено привести в порядок. Для самарцев доступно подключение пакетного тарифа оплаты за проезд по карте жителя Самарской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Департамент информационных технологий Самарской области. Жители могут выбрать один из четырех тарифов на 5, 10, 20 и 40 поездок. Чем больше пакет, тем ниже стоимость поездки. Таким образом, цена билетов составляет от 32 до 34 рублей. Подключить пакетный тариф можно на портале карты жителя Самарской области. Срок его действия до 31 марта. В среду, 7 февраля, крылья советов проведут второй контрольный матч на сборе в Турции. Соперником команды станет клуб из Узбекистана «Сурхан». Матч будет длиться 120 минут. Как уточнили в пресс-службе, игра начнется в 17.00 по самарскому времени. Напомним, в первом матче второго сбора крылья советов обыграли Аланию. Согласно исследованию рекрутерской компании, работа 16% жителей ПФО начиналась с хобби. Люди сумели превратить любимое дело в источник доходов. Как показали результаты исследования, мужчинам это удается чаще на 7%, чем женщинам. А вот возраст на процесс превращения хобби в работу не влияет. В равной степени это удалось как респондентам до 24 лет, так и тем, кто старше 55. В 70% случаев опрошенные признались, что сделать из любимого дела источник дохода им было несложно. 10% из них даже стали владельцами собственного бизнеса. Больше всего жители Поволжья, сделавших из хобби работу, занимаются программированием 20% относительно других сфер деятельности. За ними идут механики и техники, их 18%. Профессиональных художников, дизайнеров, иллюстраторов 11%. На последних строчках рейтинга оказались хореографы 1% и фотографы, повара, тренеры, партные 3%. Уровнем заработка, который приносит хобби, переросшее в работу, довольны 39% опрошенных жителей ПФО. Аналитики сервиса по бронированию путешествий изучили предпочтение россиян относительно внутреннего туризма. Результаты исследования показали, что спрос на посещение достопримечательностей Самарской области вырос на 65%. Как выяснили аналитики, в 2023 году туристы проводили в Самарском регионе обычно два дня, а отели для размещения бронировали в среднем за 11 дней до поездки. Чаще всего выбирали отели со средней стоимостью размещения 4400 рублей за ночь. Согласно исследованию, другими популярными направлениями внутреннего туризма в 2023 году были Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Смоленская область, Краснодарский край и Новосибирская область. В 2024 году туристы чаще бронировали отели в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Волгоградской области и в Крыму. В Самарской области толщина льда варьируется от 15 до 68 сантиметров, сообщили в Приволжском УГМС. Как стало известно, самый толстый лед в Сызрани. Волга здесь промерзла до 68 сантиметров, что на 17 сантиметров больше нормы. В районе Жигулевска тоже прочная ледяная гладь реки. Воды Куйбышевского водохранилища обледенели вглубь на 43-47 сантиметров, что на 3-6 сантиметров меньше нормы. В районе Самары наблюдается ледостав толщиной на 9 сантиметров больше нормы. А на большей части Саратовского водохранилища слой наледи наблюдается в пределах 15,42 сантиметров. На 9-12 сантиметров меньше нормы. Малые реки замерзли так же неравномерно, как и Волга. Толщина льда на них варьируется от 5 до 50 сантиметров. Российский Минтрут рассказал о наградах, которые могут получить многодетные семьи в 2024 году. Орден «Мать героини» присуждается женщинам, родившим и воспитывающим 10 и более детей. Денежная выплата для них составляет 1 миллион рублей. Орден «Родительская слава» предназначен для родителей или усыновителей семи и более детей. Размер вознаграждения для них 500 тысяч рублей. Медаль «Ордена «Родительская слава» и выплату в 200 тысяч рублей получат родители или усыновители четырех и более детей. Награды могут получить семьи, все члены которых граждане России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова